Всем привет господа, всем здорова, своя Медузко и сегодня у нас обзор на новый топ ветки немецких эсминцев 10 уровня Элбинг. Говоря про эту ветку, что в целом можно сказать и чего вы можете ожидать выкачивая ее? Вся ветка от 7 до 10 уровня представляет собой чистейшую игру от артиллерии с небольшим закидыванием противника торопедками между залпами и между стрельбой. Ветка выделяется особенно это заметно ближе к 9 и 10 уровню невероятно точными орудиями главного калибра с лучшими углами взойдения бронебойных снарядов и просто сумасшедшим пробитием для казалось бы калибра всего лишь в 150 мм. К слову про пробитие вы можете цедрить линкоры, некоторые линкоры 10 уровня с 2 км и ближе. Дальше уже конечно пробитие вхватать не будет, но все таки это забавный такой момент. С 2 км там бронепробитие снарядов под 400 мм. А баллистика и точность, ну что сказать, ну просто космос, просто класс, очень хороша. А теперь давайте поговорим про модернизации и перки. Как я уже сказал это ветка артиллерийских эсминцев, то есть урон и влияние на бой вы будете оказывать именно с помощью вашего ГК. Поэтому перки и модернизации, которые вы сейчас видите на ваших экранах берем соответственные, то есть те, которые улучшают дальность стрельбы вашу и перезарядку орудий. Рекомендую также выключить маскировку на этих эсминцах, потому что поверьте, если вас будут слишком рано высвечивать на данном агрегате, ваш корабль ну ни разу не катит по размерам на эсминец, прилетать вам будет со всей карты. Ибо противники не брезгуют и стреляют только так. Вы очень большой и получаете урон тоже очень легко. И хоть разработчики нас и заверяют, что броня тут есть, по факту только в центре корпуса у вас 25 мм, а конечко у вас 19. То есть да, пробивать фугасами у вас эсминцы не будут вражеские, если они инерционку не берут. Но и то не все. Например, немецкая ветка эсминцев, которая заканчивается Z-52, у нее повышенное пробитие фугасов улучшенное, то есть там будет пробитие 38 мм, там инерционка не нужна. Или японская ветка Харугума, которая заканчивается 10 уровнем, да. Кизуки, Харугума и Китаказа, у них пробитие по 30 мм, то есть тоже инерционка не нужна. Ежают они вас только в путь. И нельзя забывать про то, что у вас брони больше в обшивке. Значит, у вас будут, по вам, взводиться бронебойные снаряды эсминцев лучше. Например, у того же Деринга, да, или у Z-52. Вы будете получить больше урона. Тоже опасайтесь этого. И обшивка 25 мм по-прежнему, по-прежнему никак не спасает вас от фугасов, крейсеров и любого типа снарядов, линкоров. Броня, она как бы и есть здесь, но как бы и нет. Циркуляция тут почти километровая. Габариты, ну, я уже сказал про габариты. Из плюсов у вас есть большой запас ХП. И, конечно же, да, я не стану отрицать. Откровенно, просто сумасшедшие, умопоморщительные бронебойные снаряды, которые любому крейсеру ЦДЛ в борт пришлют чуть ли не с максимальной дистанции стрельбы. А линкором в слабо-бронированные части можно выносить по 5-7 тысяч залпа каждые 6 секунд. С той точностью, которая здесь есть, это вполне легко делать. Скорость здесь низкая. Маскировка в топе 6.6 с перками модернизации и с камуфляжем. Есть заградка. И да, она, как ни странно, действительно помогает вам спасаться от авика и сбивать ему самолеты. Есть только одна маленькая-маленькая такая проблемка. Большая часть урона от ПВО вашего исходит из ближней ауры, там, 300 урона в секунду. И работает она всего лишь на 3 километра. Поэтому, если вас будут заливать фугасами половину боя, то ПВО ближней ауры спирят. И оно, скорее всего, не доживет. Да и пускай бы здесь было ПВО сильное, но с такими размерами вы не только сбивали бы самолеты хорошо, но и впитывали бы урон, не слабый, с захода авика по вам. И, опять же, повторюсь, габариты большие, поэтому не только штурмовиков, но и торпедоносцев Хакурю, либо же Рихгофена, вам стоит бояться. Фугасы, кстати говоря, здесь с низким уроном разовым, что как бы намекает. Играйте лучше от ББшек. А переигрывать, перестреливать с другие эсминцы вы будете с помощью вашей брони и большого количества ХП, а не с помощью какой-то невероятно хорошей артиллерии, там, допустим, и фугасов. ББ будет заводиться по эсминцу только если он будет идти к вам рамбом. Если он поставит вам борт, то будут сквозняки, избыточное пробитие будет, поэтому будьте готовы к каким-нибудь последствиям, если вы будете сжать ББшки и получать сквозные пробития. Ну а все, что я сейчас, наверное, недорассказал про эсминец, про то, как он показывает себя, давайте посмотрим сейчас в бою, что он вообще может, да. Вот смотрите, я зашел на точку А, эсминец там прогнал, точку захватил. Минотавр вот немножко зазевался, я не знаю, там, может он вылетел, или может он о чем-то задумался, продумал свои следующие действия. Но вот мы ему за один залп двигатель выбили, он не смог разогнаться вовремя, ремки у него, видимо, не было. И за оставшиеся два залпа, которые он попытался удрать от меня, мы ему просто убили весь корабль. То есть три залпа минус Минотавр, который зазевался просто. ББшки? Да, хороши. Немножко по счету там прогнали бы Монтану, тоже по ней поработали бронебойными снарядами. Опять же, точку мы захватили, по Монтане поработали, Минотавр убили. Что дальше будем делать? Эсминец у нас медленный, неповоротливый. Точку А я уже захватил. За Шимой гоняться не имеет смысла, потому что, ну, Эдфанк уже выигран, все. То есть что мы будем делать? Мы будем идти на точку Б. Самое, наверное, правильное из всего, что здесь можно сделать, это пойти на точку Б параллельно, параллельно, немножко пополевая Невского ББшками, потому что он подставляется, на него мой АВИК заходил. Первый залп, конечно, мне не повезло, там всего лишь 4000, без циток. Но вот второй залп, тоже не повезло. Ладно, ладно, ладно. Сейчас с третьего залпа пристреляемся. О, о, цитаделька. Я вот думал, что с этого залпа он уже умрет, но оказалось нет. Он еще и хилку, блин, врубил, поэтому я получил много лишнего урона, который не должен был получать. Ну и что, сейчас мы добьем Невского. Монталу, я думаю, точно за ней гоняться не будем, потому что это бессмысленно. К тому же там есть АВИК, это ОД, что у него самолеты одни из самых таких толстеньких, самых живучих на АВИКах 10 уровня, исключая, конечно же, Рузвельт. Поэтому свечитель у меня сможет довольно долго. Стреляли, остановились, оттормозились от залпа вражеского и разгоняемся на точку Б. Там уже у меня есть Минотавр, так что если даже АВИК вражеский будет летать, то Минотавр мне поможет все это сбить. К тому же есть дымы, засейвиться я смогу. И есть еще заградка. Фугасы меня не особо закидывали в этом бою, поэтому думаю, ПВО у меня еще целенькое. Что будет здесь правильным сделать? Смотрите, опять же, Эсмитс у меня очень медлительный, очень поворотливый. АВИК меня может высветить, и если я пойду на точку С, то я, конечно же, смогу справиться в дымы в случае опасности. Но там есть Дэмойн, и точка С у меня уже по факту проиграна, потому что там Республика не сможет сблизиться, там будет ее Шима убивать. И, скорее всего, фланг на точке С может упасть. Поэтому рисковать я не буду, я просто пойду через центр карты, попытаюсь сейчас, может быть, как-то выцепить вражеский АВИК и его убить. Он там очень как-то неаккуратно поджался под остров, а учитывая то, какие у меня сильные бронебойные снаряды, я могу попробовать его убить, там, за секунд 30, может быть, даже торпедки ему накинул. Штурмовики летят. Безусловно, на них я буду прожимать заградку. Немножко их ближе подпущу, чтобы он подлетел поближе. И с помощью заградки собьем ему всю группу. 2,5 тысячи я получил, минус 2 башни ПВО также, он не выбил. Да, вот мы ему сейчас сбиваем последний самолетик. Он у меня уже не зайдет. Что планирую делать? Меня АВИК уже высветил, то есть какой мой план? Мой план провалился, проехать в маскировке за ним. Он влетел торпедами, поэтому я доворачиваю к острову, чтобы ему было труднее на меня зайти с помощью своих торпед из-под острова. Я также вижу, что там Кремль намеревался сдавать назад, то есть он хочет по мне пострелять. Скинем по нему торпедки сейчас. И в случае опасности, в случае чего, если он выйдет и будет по мне работать, то я стану в дымки. В дымках пожилу немного. Да, вот он зашел на меня один раз. В дымах пожилу немного. И что еще? И потом буду разворачиваться через... Через остров. Направо сейчас поверну. Развернусь кормой к торпедам, чтобы не словить ни одной. Направо поверну и опять же буду пытаться выйти на прострел вражеского АВИКа. Сейчас для меня это очень выгодно. То, что он летает исключительно на мой корабль. Еще и в дымы сбрасывается постоянно. То есть моя команда пока что в безопасности от вражеского АВИКа. Он ничего не делает. Он просто заходит на меня, потому что боится за свою жизнь. И для меня это выгодная ситуация. К тому же у меня уже урона очень много. Су-тридцата тысяча. Заходим в дымки. Разворачиваемся, чтобы бомбы не попали. Отлично. Они не попадают. Просто взгляните. Просто взгляните на длину нашего эсминца. И то, как трудно мне выворачивать направо. Чтобы вписаться в, так сказать, поворот. Да? Со своей маневренностью. Я даже, вот видите, жопой задеваю эсминцем остров. То есть торможу с помощью него. Кремль наверняка сейчас разгонится и будет преследовать меня. ПВО я заградку не выключаю, потому что не имеет никакого смысла. Он все равно сейчас будет подлетать ко мне, потому что я свечусь. Моя ПВО работает. Пускай она лучше 15 секунд проработает. Чтобы был повышенный урон по авиагруппам. Один торпедник я откинул по авику. И один еще торпедник на Кремль. Потому что ожидаю, что он там выйдет. Торпеда, благо, не взвелась. Мы пошли на нее. И вот уже наконец-то вышли на маломальский прострел по варажскому авику. Да вот Кремль там выходит, как я и боялся. Ну видите, то есть там под острыми углами взводится каждый снаряд. Это очень хорошо. Торпеды у него медленные. Поэтому я думаю, что смогу их обогнать. Немножко повеляя своей кормой. А вот видите, 4000 в нос, с трех пробить и все хорошо. Повезло, что Кремль промазал. Иначе я бы мог получить там 1600-1700. Он выше взял упреждение. Вот торпеду одну ловит. Но это по-прежнему... По-прежнему этого не до 100 точно. У него еще есть один залп, после которого я стану в дымы свои. И я принимаю решение поставить по нему фугасами. Ну, он же каменосом стоит, правильно? То есть ББшки есть бессмысленно тратить. Он опять по какой-то причине просто не попадает. Я не знаю по какой. Я стоял на месте. Видимо, не знаю, там нервничает или что-то еще. Залпы он себе потратил. 4 секунды и у меня есть дымы. Тут вражеская шимка стала в дымы и тоже по мне работает. Благо у меня опять же есть бронирование. То есть я не получаю полный урон от ее снарядиков фугасных. Потому что там пробития нет. Став дымки, немножко разогняюсь, чтобы Блайндами он меня не задел. И самое интересное, Блайндами он по мне попадает. То есть когда я свечусь, не попадает. Блайндами попадает. На меня он не пойдет, он уже развернулся. Шима тоже уже сфокусировалась, видимо, не на мне, а на каком-нибудь конкуроре. Или же на том, что на нее мой авик заходит. Я разгоняюсь вперед, кидаю торпед к кремлю. Два веера. В надежде на то, что он возможно, возможно затормозит. Попытаясь пострелять по мне. И словит торпеды. Я вышел из своих дымов. ББшки уже здесь не работают по авику. Потому что я ушел далеко. Ну и что я буду делать? Фугасами буду его заливать. Кстати, непонятно по какой причине. Мой авик, мой союзный авик, почему-то начал заходить на... Врайшский авианосец. И тем самым спровоцировав его на маневр. А поскольку он маневрирует. То я могу залить ББшки. И может быть даже нащупаем где-то там Ц-отель. Видите, опять залп улетел от Кремля. То есть не зря на него смотрел. Не зря торпеды кидал. Пять рикошетов. Шимка уже, видите, фигачит там. Стреляет по конквереру. Не по мне. То есть все на моей стороне сейчас. Вот он борт подставляет. ББшки в путь. Пытаемся нащупать Ц-отель. Это британский авик. У него Ц-отель хорошо спрятана. Поэтому сразу же я ее не выбью. Никак. Но немножко пристреляясь. Ближе к задней части корабля. А там, насколько я помню, есть. Так, Кремля по мне по-прежнему работает. У меня 4000. Самое смешное, самое смешное в этой ситуации то, что я находился в дымах, когда был на точке Б в центре. И у меня была включена заградка. Поэтому я большую часть самолетов ему сбил, вражескому авику, Аудейшесу. Поэтому он у меня сейчас не летает. Видимо, то ли нечем, то ли еще что. 2000 набили. Кремль там ни одной торпеды не словил. И уже он отвращивает от меня кормой. Будем добивать его фугасиками. В принципе, бой уже выигран. Осталось только нашему авианосцу подсветить какую-нибудь там Шимаказе или, может быть, убить там Ямато. Я добью эти 3000. Для меня это не составит никакого труда. Да, вот он летит там своей последней авиагруппой, которая у него, видимо, осталась. Ну и все. Бой, собственно, выигран. Вот так вот мы прорвались по центру. Почти два ляма потенциального урона у нас на этом эсминце. Трянцы с эдерей. Девять из которых вроде бы по минотавру, если я не ошибаюсь. Добреваем последние самолетики, которые у него остались. Ни одного дыма не осталось, ни одной заградки не осталось. Все прожали. Просто все. Нас раздели по полной. Ха-ха. Тормозим, торпедки ловим. Ну и в конечном итоге, что мы имеем по факту? Мы имеем ветку эсминцев с, несомненно, сильным главным калибром, но без какого-либо влияния на бой. Почему я так говорю? Почему, например, хвалю тот же самый Хабаровск, либо же Клибер? Хотя они делают по факту то же самое. Просто катаются в бою и стреляют. Ну, хотя бы потому, что Клибер и Хабарь имеют скорострельное орудие, имеют высокую скорость и передвигаются по карте просто мгновенно. Это самые быстрые корабли в игре. И тут мы смотрим на Элбинг, который с плохой маскировкой, с плохой маневренностью, без хилки, без брони по факту. Торпеды, да, хоть и спамить можно в сторону соперника, но реализовывать трудно, и урон у них небольшой. На том же Клибере можно спикировать на скорости 55 узлов с помощью островов на соперника какого-нибудь и убить. Там это очень опасное оружие. И по итогу мы имеем просто маленький разведкрейсер с сильным ГК без влияния на бой, без полезных или каких-либо мощных расходников. И фишка заключается в чем? В сильном ГК, но сильное оно лишь в своем узком профиле. Будет ли он иметь большой урон в случайных боях? Да, несомненно, будет. Но будет ли он хорошим процентом побед? Ну, если вы опытный игрок с хорошей статистикой, то дай бог, чтобы было у вас 55-58 процентов побед. Потому что предлога выкатывать его никакого в боях в ранговых или в командных режимах нет. Только на урон и играть в рандоме. Поэтому смотрите, господа, думайте. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для вас обзор делал Медузко. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok